Доброго времени суток, дорогие друзья, слушатели и читатели ресурсов Ящика Ответов. Сегодня вашему вниманию мы предлагаем разбор статьи из публикации за май месяц 2023 года. Тема статьи «Не сходите со святого пути». Статья изучается на неделе с 24 по 30 июля 2023 года и основана на стихе из Исаия 35.8. «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым». Наш разбор кардинально отличается от статьи общества из-за несогласия с пониманием руководящего совета этого библейского отрывка. Ну а кто предпочитает оригинал, тот легко сможет найти его и прочесть на официальном сайте или прослушать на встречах собраний. И текст, если не указан иначе, мы, как обычно, будем приводить и синодальной Библии. В данной статье авторы общества «Стражевой башни» связывают пророчество из Исаия 35 главы 8 стиха о большой дороге, называемой «Святым путем», с новым светом, изливающимся на учения общества с 1919 года. Так как по их учениям, именно с 1919 года, все свидетели Иеговы покинули Вавилон и идут святым путем, предсказанным Исаией. Мы не согласны ни с учением о выходе из Вавилона в 1919 году, о чем говорили в видео 3.1. Не с тем, что «Святой путь» из Исаия 35.8 – это новый свет в обществе «Стражевой башни», изливаемым на учения с 1919 года. Не с тем, что Вавилон – это ложная религия, о чем мы говорили в видео 1.8а. Проверим толкование руководящего совета по Библии и покажем значение пророчества Исаии в ином понимании, нежели тому, чему учит общество «Стражевой башни». А какой вариант принимать вам для наставления в вере – решайте сами. Итак, пророчество Исаии из 35 главы о «Святом пути» имеет буквальное и духовное исполнение. В буквальном смысле оно частично исполнилось для иудеев, выходящих из плена Вавилона в 537 году до н.э. А в духовном смысле оно исполнится для христиан, выходящих из духовного Вавилона, то есть из мира дьявола, руководимого нечестивой духовной столицей. Покажем это кратко, в контексте всего пророчества, а подробнее вы можете посмотреть разбор 35 главы Исаии на сайте ящика ответов. Ссылку на этот разбор мы дадим в описании к этому видеоролику. Тексты из Исаия 35 главы с 1 по 4, говорящие о том, что пустыня и сухая земля возвеселится и расцветет как нарцисс, а Ливану и Кармилу вернутся их прежняя слава и великолепие, в буквальном смысле предсказывали, что земли Иудеи, бывшие в запустении все 70 лет вавилонского плена, вновь оживут, расцветут и прославятся, в тот момент, когда Бог посетит свой народ и спасет их, возвращая им свое благоволение. Все, кто был робок в Вавилоне, призывали стать смелыми и твердыми в своем намерении вернуться в Иерусалим, доверяя Богу. Это помогло им выйти из Вавилона в 537 году до н.э. и вернуться в Иерусалим. В духовном смысле под пустыней и сухой землей подразумевается духовное запустение, то есть отступление от Бога, из-за чего Иегова и наказал свой народ Вавилоном. Но в первом пришествии Христа это изменится. Иудеи смогут духовно расцвести и стать христианами. Бог посетит свой народ посредством Своего Сына. Можете сравнить текст из Луки 7 главы 16. А в новом мире это пророчество исполнится во всей полноте. Все, кто возлюбит Иегову и примет Христа Его, достигнут духовного расцвета и смогут обрести жизнь вечную и счастливую в раю Божьего Царства. Это мы знаем из Откровения 21 главы 3 и 4 стихов. Именно в этом и заключается суть Спасительного Святого Пути, предсказанного Исаией. В Исаии 35 главе с 5 по 7 сказано об исцелении слепых, глухих и хромых, благодаря хождению путем святым. Где пробьются новые целительные источники, вот. Частично, в буквальном и духовном смыслах, это исполнилось на Иудеях, вернувшихся из плена Вавилона. Они заново отстроили храм Иеговы и возобновили истинное поклонение. Позже это исполнилось в первом пришествии Христа, когда больные исцелялись духовно и буквально. А во всей полноте это пророчество исполнится в тысячелетии Христа. Это нам известно из Откровения 16 главы 16 по 21 и также 21 главы 3 и 4 стихов. Потоки воды в пустыне и степи – это буквально источники вод и духовно-живительные потоки чистой истины Иеговы. Они станут реальностью во всей полноте в результате прихода Божьего Царства на землю. Духовные воды истины наполнят всю землю, Израилеву в том числе, поэтому не будет недостатка в знаниях от Иеговы. Тогда каждый из поклонников Иеговы сделается источником воды, текущей в вечную жизнь. На это ясно указал Христос в Иоанна 4 главе 14 и 7 главе 38 стихах. Текст из Исаия 35 главы 8 о большой дороге, который назовется путем святым, где не будут ходить нечестивые, в буквальном смысле означает дорогу, ведущую в Иерусалим из Вавилонского плена. В духовном смысле эта дорога ведет в небесный Иерусалим, город святости. Ему надлежит наполнить всю землю после тысячелетия Иисуса Христа, что известно из Откровения 21 главы 1 и 2 стихов. Но начнется этот путь еще в этом веке, с первопришествия Христа, когда Иисус проложил следы пути святости или того образа жизни, который в конечном итоге приведет верующих в Царство Бога к Иегове. Эту истину сформулировал апостол Петр в своем первом послании 2 главе 21 стихе. Но, поскольку в Иере Нового Завета поклонники Иеговы видят все как бы через мутное стекло, этот путь продолжится еще и в миллениуме. Там истина будет ясной и доступной всем. Об этом сообщают тексты из 1 Коринфянам 12 глава 13 и Евреям 11 глава 40. Также можете посмотреть видео 1.5а. Этот путь будет святым именно потому, что идти по этой дороге будут только служители Иеговы, стремящиеся к святости. Даже неопытные там не заблудятся. Неопытные – это все, кто воскреснет в миллениуме. Но кто не имел возможности в этом веке проявить веру Иисуса Христа, Сына Иеговы, по разным причинам? Также это будут те дети, которые родятся в условиях миллениума. Основания так считать находятся в Исаии 65 главе 23 и в Деяния 24 главе 15 стихах. Согласно Исаии 35 главе 9 и 10, на этом пути не будет хищников. Только искупленные будут ходить там. В буквальном смысле, Иегова помог Иудеям вернуться в Иерусалим без проблем. Ни один образный хищник не мог причинить им вреда на этом пути, ни люди, ни дикие звери. А в духовном смысле это означает, что в будущем Царстве Бога, во веки, ничто и никто не будут угрожать безопасности, искупленной Христом. Ни буквальные звери, ни духовные, то есть нечестивцы, ни бесы, ни демоны, ни дьявол, рыкающий как лев, никто не причинит зла, идущим путем святости в Царстве Иеговы. Об опасности этих зверей мы хорошо знаем из Данила 7 главы 17 и 1 Петра 5 главы 8 стихов. А в этом веке идущие путем Христа сталкиваются со многими образными хищниками, кто пытается воздвигать препятствия на пути к Иегове, каждому богобоязненному человеку, согласно истине из 2 Тимофея 3 главы 12 стиха. Поэтому истинное исполнение этого пророчества во всей полноте ожидается, начиная с миллениума. Если кто-то в миллениуме задумает зло, он будет наказан смертью и не успеет причинить зло тем, кому запланировал его причинить. Записано это в Исайя 65 главе 20 стихе. Итак, если говорить про святой путь и его исполнение, то в буквальном смысле и частично он исполнился во время возвращения иудеев из пленного Вавилона в буквальный Иерусалим. Сам Иегова помог им беспрепятственно проделать этот путь, чтобы истинное поклонение в храме Иерусалима было восстановлено. В духовном смысле это исполнилось на Иисусе Христе. Он показал значение святого пути и проложил, образно говоря, тропинку в царство Иеговы, чтобы все искупленные шли к Богу по его следам. Об этом говорят тексты из Иоанна 14 главы 6 и 1 Петра 2 главы 21. А во всей полноте это пророчество исполнится, начиная с миллениума, после воскрешения мертвых, так как в этом веке прохождение по святому пути сопряжено с большими трудностями, и хищники разного рода попадаются, да и истина в некоторых вопросах бывает больше похожа на мутную, а не на ясную. Например, учение о воцарении Христа в 1914 году, о назначении верного раба в 1919, о двойном роде помазанников и так далее из того, что мутно. Для наглядности посмотрите, пожалуйста, видео 3.22. Только библейские основы в этом веке сияют ярко, за них и стоит держаться, чтобы идти путем святости сегодня. О правильных основах истины можно узнать из видео 2.17а. А если применить это пророчество к выходу из духовного Вавилона, из нечестивой системы правления дьявола, царствующей в этом веке, то, во-первых, для каждого христианина возможность не любить мир и выйти из него, идя путем святым по следам Христа, появилась с первого века и благодаря жертве Христа. К этому призывал апостол Иоанн в своем первом послании 2 главе с 15 по 17 стихе. А во-вторых, если учесть отступничество на многие века после 325 года н.э., где на Никейском соборе исказили истину Бога и ввели поклонение Иисусу Христу вместо Иеговы, то путь просветления после отступничества появился в последние дни этого века, как и было предсказано в Михея 4 главе 1-2 и в Исаии 2 главе 2 стихах. Последние дни начались примерно в конце XIX – начале XX века, когда через Рассела Бог помог понять людям, что надо восстанавливать поклонение Иегове. В итоге был собран и восстановлен единый образец правильных основ библейской истины, утраченных после Никейского собора. Благодаря этому истинное поклонение Иегове было восстановлено, а правильным образцом истины, собранной через Рассела, свидетели Иеговы пользуются до сих пор. Это очень хорошо согласуется с текстом из 2 Тимофея 1 главы 13. Эти основы неизменны, так как соответствуют Библии. А все остальные учения общества Сторожевой Башни являются второстепенными. Они меняются, но не всегда уточняются. Иногда меняются на прямо противоположные. Например, как учение о роде Сем из Матфея 24 главы 34 стиха. Раньше учили, что род Сеи – это злой род жителей Земли, а сегодня – это двойной род помазанников, пересекающихся при жизни с 1914 года. На эту тему смотрите видео 3.9. Итак, мы кратко показали вам значение пророчества Исаии о Святом Пути в ином понимании, нежели учит общество Сторожевой Башни. А вот какой вариант принимать вам для наставления – решайте, пожалуйста, сами. В конце напоминаем, что только что прозвучавшую информацию вы также сможете найти в текстовом варианте. Ссылка на него находится в описании к этому видеоролику. Материал был подготовлен свидетелем Яговы с сайта Ящик Ответов. Спасибо за внимание.